Берлинец, ну вот он перед вами стоит. Одинокая женщина ищет мужчину. Воспользовать с вами этого. За приключениями на пятую точку. Тут воруешь, отпускает тебя милиция за то, что здесь хорошо. Берлин дает возможности людям. Я готова ноги целовать Берлин. Здесь ад. Очень хорошая транспортная система. Вечные тусовки. Все. Что тут все открытый город здесь. Все делается здесь. Тут воруешь, отпускает тебя милиция за то, что здесь хорошо. Все открытый город. Поэтому. Ну для меня, в принципе, с ребенком детские площадки. Здесь есть чем заняться. На самом деле я просто как бы жила полтора года в Швейцарии. Где красиво, безусловно. Но заняться в основном как бы нечего. Чем пойти, допустим, в горы. Здесь более разнообразный выбор. Музей, развлечения для детей. Ну, соответственно, как бы просто есть куда пойти. Поэтому здесь нам гораздо больше. Берлин дает возможности людям как бы и обеспечиваться, и работу. И, ну, и тому подобное. Вот, если так вкратце. Программ на телевидении. Не так много пробок, как в Москве. Как относятся к людям. Мне нравится тут. Ну, здесь много возможностей. Самое главное просто язык знать. И все. Язык надо выучить. И потом все двери открываются. Ты здесь сможешь покачать права, можно сказать. Ты всегда можешь обратиться к кому-то. Тебе помогут. А они будут как бы отправлять. Иди лесом, иди торт, не знаю что. Ну, тут открытые ворота дьявольские. И в сексе, и наркотики, и все здесь. Ну, здесь такой ад. Открытый. Последние времена. Ну, чтоб все здесь говорят, хорошо, хорошо в Берлине. Давно не было в Берлине. Говорят, все здесь бомба. Красиво в Берлине. Поэтому приехали смотреть, что за Берлинь, что за красота, как и что. Здесь ад. Ну, а почему ты здесь живешь? Не живу здесь. Хочу ехать отсюда. А куда хочешь ехать? Ну, на свою Рогину. На свою Рогину? А откуда ты и почему не уедешь? Скоро буду ехать. Очень грязно. Очень много бездомных людей. И это немножко настораживает, потому что они агрессивные. Да, грязно. Очень грязно. И достаточно много бездомных людей. Поэтому, как бы, немножко напрягает. И погода периодически. Серость. Погода, наверное, в основном. Такая хмурая очень. Минус. Даже не знаю. Да, ничего, нормально все. Не могу ничего плохого сказать. Минус. Но я еще их не увидел. И еще не знаю. Берлинец. Вот он перед вами стоит. Вот так и выглядит. У немцев, да, у них вкус вообще, ну, чуть беспонтовый. Они, они, им без разницы, во что-то одеют, как-то одеют. У них даже, может быть, кроссовки там порванные, да. Но это не означает, что у них нет денег. Они просто на это, ну, особо внимания не обращают. Кто как одеет, им вообще по барабану. А мы, как бы, кавказцы, да, у нас всегда это, ну, мы смотрим, как одеваться. Умеем одеваться, короче. Вкус хороший у нас. В основном у кавказцев самый бомбовый вкус одежды. Скажем так, просто одевается. Не думает о том, кто о нем что думает. Какая у него прическа или нет. То есть он какой есть, такой есть. Четкий, жесткий и конкретный. И все. Ну, он по-любому будет без маски. Он явно не будет любить карри вюрст. И он будет очень громкий. Люди очень разные бывают. Как пальцы разные на руках, так и люди. Разные есть люди. И не только именно в Берлин, в Берличане, или как сказать, корректные. Разные, каждый по-своему хорош, каждый по-своему плох. Для меня, ну, динамичная, да, такая, в принципе, как бы здесь такое разнообразие людей. Здесь столько много культур. Здесь намешано невероятное просто количество культур, поэтому как бы разнообразие. В моем районе спокойное и приятное. Ну, здесь даже вот, ты что-нибудь там совершил какую-нибудь ошибку, да, или там какое-нибудь, ну, маленькое преступление там сделал, да. Тут тебя сразу, как там в России, на 10 лет не сажают. Тут с тобой общаются там психологи, там, почему ты так сделал, это, то, все, помогают тебе. Вы видели это интервью, там, пацан успех ушел, не повезло, не фартануло, шоколад не виноват. Не видели интервью? Вот это пацаны там совершили, да, глупость, когда были молодые. И одному из них было 17 лет, и ему дали 18 лет. А тут такого не делают, тут, наоборот, помогут. Помогут ему, понимаешь, чтобы он больше так не делал, и дальше больше у него жизнь нормально сложилась. А тот пацан ушел на 18 лет. И что он дальше у него будет? Он только хуже будет, нет? Правильно же? Вот это мне тут нравится. Здесь? Да. Проблемы? Да. Ну, здесь беспорядок, здесь, поэтому проблемы. Порядок здесь нету. Я как-то пока еще не сталкивалась с проблемами такими, что именно разнообразие, потому что, говорю, я в основном, как бы, в пределах одного района примерно обитаю. Ну, проблемы у меня, в принципе, в самом городе, как бы, какая-то бюрократия, какие-то вот эти вот постоянные забастовки и все остальное. То есть, как бы, немножко то, что к чему я не привыкла. Ой, честно говоря, так затруднюсь, наверное, сразу ответить. Давайте пропустим. Ну, мы приехали сюда по работе моего мужа, поэтому, как бы, здесь у нас выбор, как бы, не стоял. Зачем надо? Ну, сюда же не от хорошей жизни приезжают. Там дома настигают обычных, ну, ребят, да, которые хорошо, нормально хотят жить, да, спокойно. Их настигают дома, поэтому они все сюда соскакивают. Вот и все. За возможностями, потому что это столица, в принципе, Европы. Здесь еще много всяких стартапов, очень много всякой движухи. И каждый человек найдет для себя то, что он хочет. Выжить. Чтобы выживать? Да. У каждого свое и свое не каждому. И каждый берет от жизни по мере возможности, что ему дано. А Германия, она дает возможность. Самое главное, соблюдай те процедуры и не нарушай. Впечатлению в жизни надо успеть везде побывать. Так что советую, приезжайте в Берлин. Много впечатлений, много чего интересного вы узнаете, найдете. Скажем так, я не про Берлин, вообще про Германию скажу. Мое личное мнение, укажу свое личное мнение. Но в Германии оно более спокойно живется, более все застраховано. В России больше риска, больше активности, больше энергии. Здесь все более так спокойно происходит. Тоже даже и в плане гулянок, и выходов, и другого остального. Выпивки, я не знаю чего, жизни. Ну вот как вы сказали, погулять нельзя хорошо, отдохнуть нельзя, посидеть выпить с кем-то нельзя. Все это, все это в нормах, как говорится. У нас это без нормы. Если душа поет, то поет, то гуляет. А здесь, да. Во всяком случае, у меня немец был, поэтому мне это самое. Может быть, русские, конечно, они собираются, как-то они там пытаются по-русски гулять. А у меня так, что другой опыт. Поэтому все так скромно, если праздник, то, скажем так, день рождения, на первый взгляд, на меня было как у нас похороны. Никто не чокается ни с кем, не танцует. Это сложный вопрос, я себе его не задавала никогда на самом деле, поэтому не могу сейчас ответить. Зачем? За приключениями на пятую точку. За спокойной жизнью. Это прям больное. Здесь все зависит от того, что человек, что он ищет. Вот. Если ты ищешь, допустим, примерно одеяло пушистое, вот, а на ее здесь нету, так зачем тебе и приехать в Германию примерно? Это так, для связи слов сказано. Ладно, ребята, извините, мне просто не было. Спасибо большое, все доброе. За четыре года я хорошо жила. Все, мне подняли на ноги. А сегодня мне суд сделали, хотят депорт сделать. У меня все дочки здесь. В России у меня никого нет. Ни одного человека. Я больной. Жилья нет. Дочки с семьями здесь. А маму, бабушку отправляют хотят. Я была довольна, что я здесь живу, что меня кормят, одевают. И еще лекарства дают. Четыре года они мне на ноги поставили. А сейчас, хоп, хотят меня выкинуть. Ни с чего, ни с сё. Я не ворую. Я не обманываю. Я живу бесконфликтный человек. Где бы я ни жил, меня вся любит. Я не знаю. Мои дети им сделают, что возможно этому Берлину. Работать. Учиться. Все, все будет для них. У меня семь, восемь, девять, десять, одиннадцать внуков. Трое дочки. Я слепая. Я сахарный диабет. Поедут, отправят меня домой. Что, никого нет у меня там? Мои все здесь. Мы уже здесь все семь лет. Одна дочка. Язык знает. Все учатся, сыновья работают. Эта дочка тоже по двое не рожает. Трое в школе. Двое в садике. Сейчас вот через месяц еще двойнящик будет рожать. Каждый год двойнящик им рожает, граждане Берлина. Что мне делать? Все будет хорошо. Вот так вот. Все будет хорошо. Не знаю, кто увидит, кто услышит. Не знаю. Все будет хорошо. Спасибо. До свидания. И не переживайте.